Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео под названием «Как поднять уровень кислорода в крови?» Сатурация, пульсоксиметра, гемоглобин, железо, цинк и так далее. Процесс под названием «Дыхание» вы все проходили в школах. У меня есть видео о дыхательной системе организма. Я там все разложил по полочкам, по органам. И весь процесс легочного дыхания и клеточного дыхания я там разобрал. Потому повторять сейчас не буду. Кому интересно, ссылки будут в описании под этим видео. Поскольку кислород переносит комплекс под названием гемоглобин, это комплекс железа и специфического белка, который включен в состав эритроцитов, то следите за вашим уровнем железа и гемоглобина, особенно если у вас уровень кислорода понижен. Тогда сделайте анализы обязательно. Итак, за транспорт кислорода в организме отвечает гемоглобин, который находится в эритроцитах. Если по результатам анализов гемоглобин и железо у вас понижены, проверьтесь на паразитов. И нет ли у вас язв и других кровопотерь? И начните лечение. Пройдите антипаразитарную программу. А вот чтобы быстро устранить дефицит железа и гемоглобина, не теряя времени, можно воспользоваться препаратом Синтезит Актив или комплексом концентратом трав формула Моя Кровь. Ссылки будут под видео. Как всегда, кому интересно, перейдете, прочтите. Проблема COVID-19 с его разными штаммами это поражение капилляров и альвеол легких. Этот процесс я подробно пояснил в одном из моих видео о COVID-19. Так вот, в связи с этим снижается газообмен в легких и кислорода в кровь поступает меньше положенного. Часть легких выходит из строя, и это и приводит к тому, что человека кладут на аппарат ИВЛ. Для того, чтобы в домашних условиях можно было следить за уровнем вашего кислорода в крови, продаются приборы под названием пульсоксиметры. Выбирайте только качественные, дорогие, не дешевые. Этим прибором проверяют пульс и уровень сатурации. Сатурация – это показатель уровня насыщения кислородом крови. Сатурация измеряется в процентах. Они означают соотношение количества молекул гемоглобина к общему числу молекул, находящихся в соединении с кислородом. То есть, чем выше сатурация, тем больше кислорода в крови человека. Тем лучше он доставляется ко всем органам и тканям, и клеткам организма. Состояние сатурации крови ниже 95% называется гипоксией. А она опасна разными состояниями, вплоть до ишемических инсульта и инфаркта. Нормальная сатурация находится в диапазоне от 95 до 100%. Сатурация в 92% и ниже обычно считается критической. Человеку с таким низким показателем кислорода в крови требуется срочная медицинская помощь. Но вы до приезда скорой можете помочь больному и даже спасти ему жизнь, дав ему подышать из кислородного баллона с маской. Благо они продаются сейчас в любой аптеке и в интернет-магазинах. Вот тогда временно вы повысите уровень кислорода и сможете избежать очень неприятных ситуаций. Ну а теперь заболевания, которые снижают уровень кислорода в крови, чтобы вы знали и исключили те, которых точно у вас нет. И возможно определили то, которое у вас есть. Товарищи зрители, очень сильно я расстроен тому, что вы проигнорировали мое видео о Катыни. Вы считаете, что это не важно? А я на это потратил две недели своего времени. И эта тема важна для каждого, даже если кто-то не понимает, насколько важна она. А давайте я сейчас это докажу одним маленьким письмом, которое под видео оставила 18-летняя девушка. Тома Хренова. Здравствуйте, Юрий Андреевич. Мне 18 лет. И если бы отец не заставил посмотреть ваше видео, и я не узнала бы правды. Спасибо вам огромное за ваш труд от всей нашей семьи. А теперь давайте так. Как закончите смотреть это видео, переходите по ссылке на мое видео про Катынь и посмотрите его полностью. А потом напишите в комментарии под тем уже видео. То, что ваша душа прикажет, что называется. Первое. Последствия ковида. 19 аналогов. Второе. Бронхит, пневмония, то есть воспаление легких и тому подобное. Третье. Эмфизема легких. Четвертое. Астма. Пятое. Опной во сне ночью. Шестое. Хроническая обструктивная болезнь легких. Седьмое. Горная болезнь. Резкое поднятие на высоты, где кислорода в воздухе меньше провоцирует дефицит кислорода. Восьмое. Отравление угарным газом. Есть и другие причины, но они менее распространенные. А у кого есть преимущество? У тех людей, кто может в спокойном, обычном, неболезненном состоянии, на выдохе не дышать более одной минуты. Симптомы, указывающие на пониженное количество кислорода в крови. Это частое дыхание, одышка, учащенный пульс. Тем более, сочетание этих факторов. А что важно принимать для увеличения количества кислорода в крови? Какие вещества, какие элементы? Что-то я сейчас поясню более подробно, а что-то бегло. Итак, номер один. Это, конечно, минерал цинк. Цинк увеличивает способность крови переносить кислород. Он обладает противовирусными свойствами. Он предельно важен для иммунной системы. И он снижает уязвимость иммунной системы для вирусов. Уровень цинка в организме определяет тяжесть протекания COVID-19. К примеру, журнал Nutrients опубликовал очень интересное исследование, согласно которому среди людей с низким уровнем цинка уровень смертности увеличивался на 21% по сравнению с 5% среди тех, у кого цинк был в норме. Разница, конечно, огромная, но это еще не все. У групп людей с нехваткой цинка восстановление после коронавируса проходило в 3 раза медленнее. 25 дней по сравнению с 8 днями у тех, у кого цинк был в норме. Кстати, я сам недавно переболел COVID-19. Если будет интересно, напишите под этим видео в комментариях, снять ли мне об этом видео, где я бы все подробно пояснил или нет. Так вот, я переболел COVID-19 и как раз болел 7 дней. Также при дефиците цинка симптомы инфекции проявлялись в более тяжелой форме. Воспаление увеличивалось, как и рос уровень смертности. Многочисленные опыты исследований подтвердили, что хилатная форма цинка – самая лучшая форма. Хилаты усваиваются намного эффективнее. Второе – витамин Е. Третье – витамин Д3. Очень важен. Посмотрите мое видео про витамин Д3. Четвертое – витамин В12. Пятое – омега-3 жирные кислоты. Смотрите мою лекцию омега-3, 6, 9 жирные кислоты. Витамин С, но только натуральный концентрат, жидкий, вот этот, ни в коем случае не синтетический. Сейчас кое-что я расскажу про синтетические витамины. Седьмое – важны антиоксиданты, такие как дегидрокварцетин, полипринолы из препарата Т8-экстра или аналоги. Куркума с черным перцем. Восьмое – если у вас понижено железо и гемоглобин, то обязательно применяйте Синтезит-Актив. Прочтите про него подробнее, ссылка будет в описании. Девятое – медь. Медь необходима для нормального процесса кроветворения. С Цинком медь очень даже связана. Если меди в организме не хватает, то у гемоглобина возникают проблемы с присоединением кислорода. Кроме того, медь входит в состав ферментов, помогающих синтезировать эритроциты и лейкоциты. В приличных количествах медь содержится в семенах подсолнуха, в фундуке, в чечевице, в горохе. Десятое – железо. Ну, конечно, это главный химический элемент, необходимый для образования гемоглобина. Железо участвует в кроветворении и транспортировке кислорода из легких в ткани. Оно способствует нормальному протеканию процессов биологического окисления, которые обеспечивают организм энергией и кислородом. Железа много в шпинате, в яблоках, черешне, чечевице, в сливах. Практически во всей зелени. Между синтетическими и натуральными витаминами есть огромная разница, знаете об этом. И это не одно и то же. Химической формулы недостаточно. В природе витамины входят в комплексы с минералами, коферментами и прочими нутриентами. Применяя синтетические витамины, можно изменить баланс других веществ. Есть, конечно, исключения и у синтетических витаминов. Например, В1 или В12 можно применять. Это временная мера, а не на регулярной основе. На регулярной пить их нельзя. Синтетические витамины могут вызвать даже рак. Но только синтетические. Например, витамин Е нельзя принимать синтетически, а только натуральный из пищи. Самая высокая концентрация витамина Е, причем в гамма его модификации, самый лучший, усвояемый, это в органовом масле. Там его в 800 раз больше, чем в оливковом. Чайной ложки органового масла в день достаточно для поддержания нормального, правильного количества витамина Е в организме. Что еще очень важно учесть? Аппарат самоздрав, но только в модификации премиум. Посмотрите, в чем суть мое видео гипертонии, часть 2. В конце видео я подробно поясняю в этой связи. Скажу только, что при достижении в крови концентрации углекислого газа на уровне 6,5% от уровня всех газов, растворенных в крови, кислород начинает усваиваться лучше при одной и той же его остаточной концентрации в крови. Это еще определили в Институте космической медицины 80-е годы. Для этого надо либо овладеть практиками поверхностного дыхания по методике Бутенко или Стрельниковой, но это требует огромных усилий воли, или дышать вот в аппарат самоздрав по полчаса 2-3 раза в день. Но только не в полиэтиленовый пакетик, потому что тогда вы никогда не сможете контролировать необходимую концентрацию углекислого газа на уровне 6,5%. Это просто невозможно с пакетиком. А почему 6,5%? То смотрите вот это видео. Еще один важнейший момент. Водородная вода. Посмотрите мое видео «Живая вода, водородная вода». Вот это. Лишь скажу следующее, что при повышенной концентрации в воде атомов водорода, при одном и том же количестве в крови кислорода, его усвояемость становится гораздо выше, если пить водородную воду, то есть воду с повышенным количеством атомов водорода. Ссылки на лучший и, главное, безопасный прибор, так как пластины и мембраны прибора не должны в воду выделять атомы себя, то есть различных металлов, а для этого они должны быть реально, а не по бумажке, покрыты несколькими слоями платины. Потому как только платина не выделяет атомы себя в воду при электролизе. Так вот, будет интересно, ссылка на лучший, безопасный прибор, персональный генератор водорода и свободных электронов, будет в описании под этим видео. Еще необходимо убрать сахара, то есть все сладкое, тем более, когда кислород понижен. Убрать высокомолекулярные белки, то есть мясо, кто его ест и другие продукты животного происхождения, кроме жиров, если уж вы их едите. И наоборот, потреблять большее количество жиров, то есть, например, льняное масло, органовое, или натуральное оливковое, но только лучшее, где больше всего антиоксидантов, вот такое. Разумеется, никакого алкоголя и табака. Не хочется есть? Не ешьте. Вообще лучше на 2-3 дня поголодать, тогда усвоение кислорода будет выше, а его потребность для организма снизится. Так как очень много кислорода, если вы не знали, расходуется на клеточное дыхание, и окислительные процессы при потреблении пищи, для ее расщепления и усвоения. Если же вы не едите, то огромное количество кислорода экономится, общее количество кислорода в крови увеличивается. Очень полезен хвойный лес, можжевеловый особенно, или грабовый. Конечно, прогулки на свежем воздухе, проветривание помещений перед сном. Все эти банальные вещи я пояснять не буду, это и так понятно. Лишь скажу, что огромное значение имеет физическая работа, упражнения. Дело в том, что увеличение частоты сердечных сокращений, хотя бы 2 раза в день по полчаса, посильно, разумеется, значительно повышает уровень кислорода в крови. Это происходит через сложную связь между мозгом и остальным телом. Еще важны витамин А и витамин В9. Ешьте обязательно больше зелени. Хлорофилл – основа кроветворения. Посмотрите мое видео про хлорофилл. Да, и не забудьте, у меня есть еще 3 канала на ютубе. Первый – вы на нем сейчас находитесь. Второй – жизнь на земле. Про мое хозяйство, земледелие, экостроительство. Третий – о продуктах питания. И четвертый, который называется «Совесть и подлость». Самый главный из всех моих 4 каналов. Он о том, что гораздо важнее здоровья и даже жизни. Посмотрите и сами все поймете. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно. Я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok